Мне хочется, чтобы мир вокруг был добрее, чтобы люди были вокруг добрее, чтобы жизнь была ярче, красивее, чтобы мир был. Это вот моя внутренняя миссия, она такая и есть. Марина Павловна, давайте познакомим наших телезрителей с членами вашей семьи. Конечно, мы начнем в первую очередь с нашей мамы. Мама Маргарита Даниловна Михалева. Мама, конечно, наша королева кухни. Давайте сразу похвалим вот этот пирог шикарный. Посмотрите, какой пирог, да, ну это в традициях наших семейских, да, это семейский пирог, действительно, с вареньем, с земляничным вареньем. Всем были, можно сказать, даны такие небольшие поручения. Вафли вот старшая дочь Люба приготовила, а вот это тоже с некоторых пор фирменное блюдо, скажем так, да, это печенье имбирное, сестра готовит. Ну и переходя, да, это хочу познакомить моя сестра, старшая моя сестра Ольга Павловна Лоцман. Она сейчас руководитель общественной организации, комитет семьи воинов Отечества. У нас есть еще брат, тоже старший, но он живет в городе Севербайкальск. Это мои дочери любимые, Любаша старшая моя. А Анжелика учащаяся девятого класса. У нас действительно такой девичник получился, поэтому давайте немножечко поговорим о Марине Павловне, как о дочери, как о сестре, как о маме, какая она вообще дома, когда она не на работе, когда она не в пиджаке. Во-первых, мама самая лучшая мама на земле, прекрасная мама, двух прекрасных дочерей. Мама заботливая, мама милая, красивая. За всеми вот этими высокими словами, высокими должностями скрывается добрый, милый человечек, который всегда придет к нам на помощь. Сейчас я заплачу. Очень много мы проводим времени вместе, как бы это ни звучало, как бы не видели другие люди, она много постов выкладывает, что там, 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 но на самом деле дома всегда уют, дома всегда забота. Вот в детстве у вас не было таких моментов, когда на каких-то важных для вас мероприятиях, допустим, присутствовала бабушка, а не мама, потому что мама была на работе. Нет, здесь вообще, здесь всегда выпускной, какой-то день рождения, всегда мама, всегда присутствовала, да. У Марина, она самой смелой была, по-моему, последняя самая, отхончик. Училась хорошо, маленькая, когда была, плясала все. Я сижу, пою, она пляшет. Она такая была, с малкой, веселая. А вообще у мамы, конечно, судьба, да, интересная. Мой прадед, прадед мой был уставщиком, вот касаясь традиций семейских, да, но уставщик — это же человек, который вот именно хранитель этих традиций, веры, религии. И то, что я сейчас занимаюсь, да, по сути дела, это же тоже законы, это какие-то, вот. И я всегда думаю, что все в жизни действительно не просто так, и эта связь у нас, она все равно есть между поколениями. Марина Павловна, уже год, как вы руководите дворцом детского и юношеского творчества, учреждение не маленькое, одно из самых крупных, наверное, в нашем городе. Насколько было легко вливаться в работу, адаптироваться? Все равно, мне кажется, здесь очень много всего. Вы знаете, я всегда думаю, что в моей жизни ничего не случайно не происходит. Несколько лет назад, проезжая мимо вот этого дворца творчества, у меня были такие мысли, а вот если бы я здесь работала? И когда произошла ситуация, после моей победы уже на выборах, естественно, я не смогла продолжать работу в муниципальной службе, проходил конкурс на руководителя городского дворца детского творчества, я решила в нем принять участие. Я прекрасно понимала, что это непростое учреждение, это огромное учреждение с большими ресурсами. Ну, на самом деле, когда я пришла, я как-то очень быстро адаптировалась, практически адаптация вообще прошла легко. Ну и, наверное, тот мой опыт, который уже был у меня руководителем, он тоже сыграл свою роль, потому что для меня это уже не первое учреждение, это практически мое пятое учреждение детское. Я вас провожу параллель. Мне кажется, кто в детстве вредный, тот, когда становится взрослым, он становится упорным, настойчивым и целеустремленным. Она была вредная. Первый раз слушаю, представляете? Она вот начала сразу работать в собеседнице, потом реабилитационный центр, а это дети. Это отношение я всегда поражалась. Какое нужно иметь в душе силу добра, чтобы работать на такой работе? Я, будучи экономистом, для меня было это сложно, да? А вот, ну, все-таки вот у нее получилось. Но когда вы пришли, учреждение работало как слаженный механизм, уже все было выстроено, или был некий хаос, с которым пришлось вот разбираться? В принципе, работа здесь выстроена многие годы уже, потому что с 1986 года это само учреждение, а до этого это был дом пионеров, конечно, здесь и сохранились кадры. Здесь у нас народные артисты работают в Республике Брятий, заслуженные работники культуры. То есть вся вот эта вот суть, основа, она, конечно, была. Мы начали очень много выходить, у нас было очень много поездок разных в разные города. Я стараюсь поддерживать это, потому что детям это нужно для их развития, для сравнения с другими коллективами. И получили очень много призовых мест на различных и международных, и межрегиональных конкурсах. Здравствуйте! Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот здесь у нас кабинет, которым занимается наш уже знаменитый, наш ансамбль народного пения «Потешки». Они готовят большой замечательный концерт. Как называется, ребята? Осенины. Осенины, да. Елена Сергеевна, наш любимый руководитель и наша народная артистка Республики Бурятия. Вы забрали себе лучших, я так смотрю. Да, мы тут как раз распеваемся. Может, вы к нам присоединитесь? Давайте. Давайте вместе с нами. Вопали орешина, вопали кудря моя, чернобровая моя, черноглазая моя. А давайте еще одну попробуем. Давайте. Как под горкой, под горой, торгавал старик залуй, картошка моя вся пожаренная, картошка моя вся пожаренная. А есть что-то просто звуки какие-то? Мамы. Давайте на двое. Е-е-е, йо-йо-йо, йо-йо-йо. Все. Лазу чуть-поехали. Е-е-е-е, я-я-я, йо-йо-йо-йо. А теперь добавим еще одну нотку. Е-е-е-е-я-я, йо-йо-йо-йо-йо-йо. Можно и. Е-е-е-е-я-я-я-я-я-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ну вот такую работу мы делаем для того, чтобы подготовить наш голос. Ну такая разминка вокальная. Ну вот я знаю, что у вас как такового преподавательского опыта нет. То есть вы сами никогда не занимались с детьми напрямую. Как у вас вот так легко получается находить с ними общий язык и понимать, куда их направлять? Я не знаю. Я просто, наверное, люблю детей. На самом деле я правда очень люблю детей. Мой первый был опыт, кстати, работы этой нянечкой в детском саду. Я еще была студенткой. Мне так понравилось, и дети все время были вокруг меня. Вся моя жизнь, вся моя работа, она связана с детьми. Пусть это социальная защита была, да, или, ну... В любом случае меня все время окружали дети. Это были социально-реабилитационные центры, детские дома. Последнее мое учреждение — это был детский дом для детей с интеллектуальными нарушениями. Поэтому в любом случае каждое это учреждение, оно было детское, оно было наполнено именно работой с детьми в разных направлениях. И поэтому, наверное, мне так легко было это вхождение. Ну, а в любом случае руководитель, он должен организовать весь этот процесс. Все равно от него зависит, как все эти цепочки сложатся, да, в механизме всего учреждения. И ты касаешься всего. То есть ты и должен, и обязан посещать репетиции, и все концерты отчетные. Конечно, их очень много, и не всегда я успеваю. Но тем не менее для меня, вот когда я пришла, была основной задачей поучаствовать в каждом итоговом концерте всех наших воспитанников. Сейчас здесь у нас проходит репетиция нашего образцового ансамбля. Название его «Веснушки». Руководит Эмилена Григорьевна Соболева. Это тоже наша народная артистка Республики Бурятии, заслуженный работник культуры. Сейчас мы, вот как раз в этот момент, наши ребята готовятся к нашему новому уникальному проекту. Он называется «Мост дружбы России и Китая». Это будет фестиваль, он будет международного уровня. Там ребята из Китая покажут свои таланты. Наши ребята покажут свои таланты. Кроме того, еще часть детей из Иркутской и Забайкальской области. Сколько детей везете? Мы везем 123 ребенка. В целом у нас делегации 160. Человек, конечно, это сопровождающие, наши педагоги. Например, «Веснушки». Только одни «Веснушки» везут несколько разных стилей. Это и русские народные, и семейские, казачьи, северные танцы. И даже мы делаем стилизованный китайский, как подарок, можно сказать. Поэтому направлений очень много. До Китая. Вот вы говорили, что когда вы все-таки вступили в должность руководителя, ваша задача была расширить эти горизонты и чаще выезжать. Куда за этот год успели уже выехать вместе с детками? На самом деле в этом году было очень много таких поездок. Это и Питер, это и Москва, это и Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Хабаровск. То есть у нас очень большой, мы практически постоянно идет вот это, дети приезжают, уезжают, но это для них нужно и важно. Тем самым они зарабатывают себе дальше свой опыт, да, и получают какие-то свои новые звания уже, новые высоты. И для них это очень важно. Когда вопрос решался депутатства, да, я честно говорю, потому что, ну, опыт был, не до конца все равно верила, что это получится. Хотя в душе я вроде думала, что должно получиться, но по логике как бы нет. И в итоге, когда все это прошло, когда свершилось, я и не говорила, конечно, ничего, но в душе я была горда. А вообще как вы отреагировали на то, что мама стала депутатом? Это же наверняка еще больше она будет отсутствовать дома. Ну, я почувствовала в первую очередь гордость за маму, потому что, ну, немногие мамы такого смогут достичь. То есть моя мама, она самая сильная и самая трудолюбивая, упорная. Ну, как бы, несмотря на то, что мама может быть дома немного реже, как бы, когда мама дома, у нас всегда с ней хорошее отношение, как бы, стараемся поддерживать. Ты как-то в школе пользуешься тем, что там мама депутат народного хурала? Нет, конечно, как бы, наравне со всеми учусь. Для меня это как-то странно, этим как-то пользоваться. Я никогда ничего такого не делала. Ну, нет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сейчас мы приехали с вами в культурно-досуговый центр «Одник», село Нижний Саентуй. Здесь нас ждут с вами ветераны, которые посещают творческий ансамбль с очень красивым названием «Берегиня». Недавно у них появилась очень такая хорошая обновка, можно сказать. Мы исполнили наказ, обратился ко мне гармонист Василий Николаевич и попросил новую гармонию, потому что старая уже все отклеивалась, там рвалось. Сегодня мы вот приехали как раз посмотреть на эту красивую, новую, шикарную гармонию, у которой название тоже очень интересное – Куликово поле. Нижний Саентуй, Нижний Саентуй, Родина любимая моя. Получилось так, что мы приехали в Тарбогатай на конкурс стихов или кого-то, и я привез гармоншку. Мария Павловна говорит, что вот хорошо, что гармоншка появилась, я говорю, хорошо-то хорошо, вот сегодня ее заклеил, день проиграю, а в вечер снова клеить начинаю. Но все-таки порабили, и пришла она. Спасибо большое. Василий Николаевич, я думаю, все в Ваших руках, с Вашей такой напористостью, пробивным таким характером, все получится. Давайте споем? Ну, я думаю, что получится. Давайте. Подойдет, посмотрит, и в основ загрянет, ничего за лишнее нет. Мария Павловна, мы работаем уже на протяжении многих лет. Наш культурно-досуговый центр посещает очень много зрителей, и это прекрасно, потому что с ее поддержкой реклама идет по всему району. И вот буквально в эту субботу поддержала инициативу, как провести рок-концерт, посвященную песену «Король и Шут». И мы прямо с удовольствием решили набрать команду, набрать зрителей, и здесь, в этом прекрасном ТК, дадим концерт. В целом, действительно, были тоже наказы и от других культурно-досуговых центров и клубов района. Мы приобрели музыкальное оборудование для сел Десятниково, Трабагатай для детской школы искусства, село Солонцы. Потом приобрели также оборудование для села Надеяно. В целом, это все были те наказы, которые нам давали во время предвыборной программы, и мы их на сегодня исполнили. Но странный звук зовет дорогу, может сердце, может звук верить, и когда я вернусь на пороге, я скажу... Мы школьная вокально-инструментальная группа «Бездельники». Наша группа существует уже два года. В июле этого года мы приняли участие в фестивале «Волна Байкала». Для этого нам нужна была финансовая поддержка, и в этом нам помогли наши дорогие слушатели. Мы познакомились с другими коллективами, хорошо пообщались как со своими ребятами, так и нашли много общего с окружающими. Мы привезли в наш Торбогатайский район диплом о первой степени. Одним из таких людей, кто оказывает большую помощь и материальную, и самое главное, поддерживает наш энтузиазм, это Марина Павловна Рогачева, которая всегда готова нас выручить. Спасибо ей большое, что всегда рядом с нами, что не отказывается от поддержки молодых талантов, а им это действительно очень нужно, признание в глазах не только сверстников, но и среди старшего поколения. Вот, Марина Павловна, большое вам спасибо. Это ваше первое место работы? Да, здесь я пришла и проработала 15 лет. Здесь наверняка вас сейчас уже ждут. Да, я тоже так думаю, что здесь очень много моих коллег, которые дальше продолжают работать. Можно к вам? Можно, проходите. Здравствуйте. С приездом. Держите подарки сразу. Сердце вам привезло. С приездом вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Привет, Светлана. Ой, у вас как тут стало по-другому, да? Мы находимся сегодня в здании отдела социальной защиты, где я начинала свою трудовую деятельность специалистом по работе с семьей и детьми, да, Галина Ивановна? Галина Ивановна была моим наставником первым. Я была уже немножко беременная. Да. Да, пришла. Так бывает. Ну, она меня очень хорошо поддержала, очень много мне объяснила. Татьяна Михайловна, ну, это тоже моя такая коллега, вместе выезжали по семьям, по неблагополучным иногда, по сложным, многодетным семьям делали рейды. И вот с тех пор мы, как говорится, дружим. Сегодня здесь собрались вот самые такие активные, да, наши серебряные волонтеры, очень неравнодушные женщины с большим сердцем, с огромным, с пламенным сердцем. Потому что то, что они делают, это заслуживает большого уважения. Очень большую работу проводят по поддержке СВО ребятам. Мы начали заниматься именно вот волонтерством по поддержке СВО с первых моментов, как только была объявлена мобилизация. Мы стали вязать носки, потом потихонечку перешли на сети. Делаем очень много. И большая поддержка, это, конечно, спонсоров. Мы благодарны Марине Павловне. Она нас поддерживала, когда работала в администрации районной. Когда избрали ее в Урал, мы были очень рады. Мы за нее голосовали, значит, поддерживали ее в этом плане. И она нас поддерживает до самого-самого вот этого дня. Андрей Анатольевич, ну вот уже год, как Марина Павловна депутат народного хурала. Что за это время уже сделано для Тарабакатайского района? И как вы в целом оцените ее работу как парламентария? Обновляется материально-техническая база у нас в сельских домах, культурах, в детских школах, искусств. Приобретаются музыкальные инструменты, ну и так далее. Ну, конечно, работу будем эту всю продолжать и в дальнейшем. Ну, есть у нас и более-таки глобальные инфраструктурные вопросы, которые нам тоже предстоит еще и дальше решать. У нас сейчас есть проект с госэкспертизой на строительство школы в поселке Николаевском. Ну и также у нас очень низкая обеспеченность спортивными объектами в районе. На территории района работает одна детская спортивная школа. У меня была бы большая просьба, чтобы на депутатском уровне эти вопросы мы совместно с вами продолжали решать. Я, конечно, в курсе всех проблем. И вот эти самые главные действительно сегодня серьезные объекты, по ним я тоже уже, было у меня выступление на сессии народного хурала. С сенатором мы общались на эту тему, Александром Георгиевичем Варфоломеевым. Конечно же, мы вместе, совместно с Анатолием Григорьевичем Кушнарем, постараемся максимально помочь. Для меня это тоже очень важно. Очень большая потребность. Люди, в самом деле, были даже очень много наказов, именно касаемые строительства вот этих спортивных объектов. Поэтому, конечно, я постараюсь тоже приложить все усилия, помочь вам сейчас с новой командой. Тоже хочу вам пожелать плодотворной работы, сотрудничества и движения только вперед нашему району. Вы же все с Мариной Павловной давно знакомы. Я бы хотела узнать, какой она была еще 10-15 лет назад, когда здесь, в отделе соцзащиты, работала. Сильно ли она изменилась с тех пор? Конечно, выросла, конечно, повзрослела. Конечно, умочка из умочек. Но она и была, она и пришла, она была умница. Спасибо, поэта, со мной. Люблю ее. Когда Марина Павловна решила баллотироваться в депутаты, у вас сомнений не было? Да, сомнений не было, и мы ее поддержали все. Мы ее вообще поддержали все. Надо сказать, отдать должное, когда мы начали заниматься волонтерством, первые, кто внесли свой именно финансовый, материальный вклад, это была Марина Павловна. Она не только сама внесла, но и подняла других женщин. И получилось, что, значит, деньги были не от Единой, от отделения нашего Трабогатайского «Единой России», и от женщин-бурятий. И лично от Марины Павловны она сказала, я лично сама это. Ну, и еще, Марина Павловна, часто ткани, да, прибыли? Да, постоянно. Вот это ее ткани стоят. Вот только она дала недавно. Таким вот тоже группам нашим активным помочь тоже приобретаем вот эту ткань. Потому что это все, знаем, что это уйдет туда, куда нужно, да, для наших ребят. Как мама я не очень бы хотела, чтобы мои дочери проходили мой путь. Все равно, наверное, в душе у каждой женщины, в сердце хочется, чтобы они нашли себе такой теплый семейный очаг, да. Мне бы, конечно, в душе хотелось, чтобы все-таки у нее было больше такого женского семейного счастья, наверное. Но, видимо, это не запрограммируешь. Это уже как Бог даст, да. И как получится, я постараюсь в любом случае их поддержать, как бы ни сложилась их жизнь. Не пожалели, что в итоге пошли на выборы? Вот сейчас год же, по-моему, да, прошел? Я нет, я не пожалела. Я увидела, что мне люди доверяют. Это очень важно. Почему нет? Но я правда знаю свой район, я его люблю, я знаю своих жителей, я знаю всю историю, всю традицию, всю проблематику, которая, да, сложилась. И как-то я с воодушевлением пошла на этот праймерис. И вдруг я его выигрываю, получается, да. Но тут уже просто потом вопрос, я сама поняла для себя, что я могу. Я могу встречаться с людьми, могу разговаривать, я могу им помогать в чем-то, да. И тогда я уже приняла вот это основное решение, что я пойду попробую все-таки конкретно уже на выборы, да. И поэтому, наверное, все до конца никто не верили, потому что я правда к этому не готовилась специально. То есть это буквально было 2-3 месяца, за которые там я проехала по селам, с людьми пообщалась, да, поговорила. Вот и все. Это мое. Это моя жизнь, и она такая и должна быть. Моя судьба.